На сегодня, сейчас время уже проповеди. И так как у нас молодежное служение, то у нас будет молодежная проповедь. Я прошу, чтобы вы молились сейчас за нашего Даника, который готовился к этому служению. У нас будет две проповеди – молодежная и взрослая. Поэтому мы как бы на каждый вкус приготовили сегодня служение. Поэтому просим, чтобы вы сейчас поддержали Даника, молились за него, приняли ту весть, которую Господь ему положил на сердце, Поддержали его. Даник, готов? Сознание не потеряешь? Здравствуйте, дорогая церковь. Рад, что я имею такую возможность здесь говорить вам. У меня не так много времени, всего 15 минут, поэтому начну сразу с вопроса. Кто из вас может уверенно сказать, вот если ваша жизнь прямо сейчас оборвется, и кто может уверенно поднять руку и сказать, что вы будете спасены? Хотя, нет, даже не так. Вы сейчас пришли в субботу в церковь, сидите, слушаете проповедь, у вас больше шансов спастись. Вот если вы просто идете, не знаю, на работу, в школу, в универ, слушаете музыку, неважно, что делаете, и просто ваша жизнь в секунду обрывается, кто из вас может уверенно поднять руку и сказать, я буду спасен? Владимир Иванович будет спасен. Ну окей, окей, это неплохо. Это чуть больше, чем ничего. Потому что когда у нас, мы проводили субботнюю школу, и наш учитель субботней школы, Тетя Оля, задала нам такой же самый вопрос. Кто из нас уверен в том, что он будет спасен? И знаете, что мы ответили? Никто не смог ответить, я. Никто. Сколько нас там, 15-16 молодых ребят, никто не смог ответить, я. Никто. И я подумал, окей. И даже Тетя Оля сказала, что она бы засомневалась. Она не была уверена. Я такой, окей. Хорошо, вот мы, ладно, не мы, возьмем меня. Мне 16 лет. Я родился сразу в христианской семье. Меня благословили в этой церкви. Я помню, когда еще тройка собиралась в Доме профсоюза. Потом построили этот храм. Я крестился здесь. У меня есть служение. Я участвую в многих христианских молодежных проектах. А на вопрос, спасен ли я, ответить я не смог. Давайте посмотрим, что нам говорит об этом Библия. Я хотел бы, чтобы мы с вами открыли именно про спасение. Иоанна, 4 главу, 42 стих, если можно, еще будет выводить на экран. Они сказали той женщине, сначала мы поверили благодаря твоим словам. Теперь же мы верим, потому что сами услышали и знаем, что этот человек в самом деле спаситель мира. И следующий сразу же хотел открыть 1 Тимофея 4, 10. Мы упорно трудимся и боремся, потому что надеемся на Бога, живого спасителя всех людей. Иисус умер за нас и спас всех. Может показаться, написано, спаситель всех людей и спаситель мира. Кто такой мир, кто такие все? Это не только христиане, не только адвентисты, баптисты, пятьдесятники, это абсолютно все. Христос умер и даровал спасение абсолютно каждому. Но в Царство Небесное войдет не каждый. Потому что Господь говорит, не каждый, кто говорит, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Теперь для этого, чтобы, как понять, для этого есть суд. Хотел бы также, чтобы мы с вами буквально два стиха про суд прочитали. Первый записан в языке, или 12, 14. Да, если можно выводить, тоже на экран будет хорошо. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайно, хорошо оно или худо. И следующий, Матфея 12, 36. Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Мы, как адвентисты, прекрасно знаем, что произошло в 1884 году. Знаете, когда... Ну, помните эту историю, когда было большое разочарование, когда Мартин Лютер попутал пророчества, и вместо второго пришествия был вход Иисуса в святилище, святого святых. Именно это было пророчество... Ой, извиняюсь. Это было пророчество Даниила о 2300 вечерах и утрах. Именно тогда начался суд над всеми умершими. Вот что говорит нам объявление об этом. Несколько книг было раскрыто, и другая книга была раскрыта, книга жизни. И мертвые были судимы по их делам, записанным в книгах. То есть суд начался уже больше 200 лет назад. И я когда размышлял об этом, думал, сначала суд идет на мертвых, а потом он будет нажимаем, понимаете. Я думал, ну, наша планета, она не такая уже старая, ей там не миллиарды, миллионов лет. Всего несколько тысяч, как говорят нам Библии, они как ученые. И всего людей-то жило немного, и скоро суд вот этот над мертвыми должен подходить к концу, и начнется суд над нами. И у меня посещала такая мысль, которая наводила на меня страх. У меня почему-то было, если по-украински это слово, моторошно. У меня было реально чуть моторошно. Я думал, а вот что, если сейчас моя книга жизни лежит открыто, если сейчас изучается моя жизнь, каждый мой поступок, мотив, о том, о чем не знают люди, о том, о чем не знает мама, каждое мое действие сейчас, которое записывалось ангелами, сейчас оно под Божьим судом. И мне реально становилось от этого страшным, потому что я понимал, что я грешный человек, что у меня есть много грехов, и не за всех попросил прощения. И от этого мне было страшно. Но потом хотел бы вас задать, вам вопрос. Вы грешные люди? А я грешный? На мой вопрос вы ответили более... Так, ладно. То есть мы понимаем, что мы грешные. Давайте посмотрим, что нам говорит об этом в Библии. Римлянам 3.23. Известный стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Абсолютно все согрешили. И что за возмездие за грех? Римлянам 6.23. Смерть возмездия за грех. То есть мы это четко понимаем, и Бог нам говорит то, что мы все грешны, и мы все лишены славы Божьей. И то, что нас всех ждет смерть. Но я подумал. Вот мы это понимаем, мы признаем, все ответили да, что мы грешны. И Бог говорит нам в Библии то, что мы грешны. То зачем Богу же нас судить? Неужели Он на суде будет нас осуждать? Неужели Он будет пытаться найти что-то, то тайное вскрыть? Неужели Он будет копаться именно в этом? Неужели Он будет хотеть нас именно засудить к смерти, нежели спасти нас? И хотел бы вам прочитать хорошую цитату, откуда вообще берутся вот эти Елены Вайт, откуда вообще берутся вот эти у нас мысли, и почему мы боимся суда. Потому что когда я готовился к проповеди, я решил посмотреть, как расписывают храмы, католические, даже ортодоксальные. И много росписей было именно сцен суда, где Бог изображен таким, величественным, то есть все люди напуганы, всем страшно, и Бог такой судит. И даже когда я смотрел на эти картинки, то есть просто в интернете, то есть я не был в храме, не видел это все величие, просто в интернете картинки там, и серьезно, мне становилось страшно, хотя это просто статическая, статическая картинка. И вот, и почему же мы так сильно этого боимся? Я хотел бы зачитать вам цитату Елены Вайт, которая записана в Великой борьбе на украинском. Великий ошуканец, это идет речь о сатане, намагался посеять в них сумніви, недоверие до Бога, відлучить від его любови, спонукати порушувати его закон. А тепер он вказан на их жизнь, недолики характеру, и их несходность с Христом, яка ганьбить их от Купителя, на все грехи, до которых он сам их спокусил, и на педставе всего этого сатана заявляет на них права, как на своих подданных. Иисус не оправдовывал их грехи, но вказан на разкаяние веру, и благая, чтобы простить их, он подносит свои раненые руки перед отцем и святыми ангелами, и говорит, я знаю их по имени, я записаю их на долонях моих рук. Это стих из Исайи 49.16. То есть, вы понимаете, Бог не оправдывает наши грехи, но Он наоборот хочет нас спасти. Его руки пробиты, Он говорит, каждое ваше имя, Марка, Лиса, Владимир Иванович, Виктор, Кристина, каждое ваше имя пробило его руки, и Он говорит об этом. Следующий момент, который бы хотел выделить, это то, что мы часто, да ладно, не часто, вот у вас всегда, у вас бывает такое, что когда вы там согрешили или сделали что-то не так, вам не хочется идти к Богу, то есть вам хочется, ну там, не знаю, там, наделал что-то, я такое не буду молиться, не буду там просить прощения, там, подожду там пару дней, пока я там успокоиться, и потом только приду к Богу, попрошу прощения. У вас было такое? Ладно, может, вы святые, но у меня такое точно было. Когда я грешу, то мне, честно, не хочется идти к Богу и сразу же, сразу же идти и говорить, типа, я грешный, я согрешил. Но я хотел бы вам рассказать про то, что в оригинале «Бытие» 3 главы, во 2 стихе, помните, когда Адам с Евой послушали змея и согрешили, были лишены славы Божьей, в 3 стихе «Бытие» 2 главы Иисус говорит, «Адам, где ты?» И в этом, в нашем переводе это звучит просто, типа, «Адам, ты где?» Но на самом деле, если посмотреть, как это, книга «Бытие» была написана очень поэтически, и в оригинале Господь буквально бегал по саду и искал Адама. Он не просто спросил Адам, где ты, Бог и так знает, где Адам, он прятался. Но он говорит, написано то, что Бог искал Адама, он хотел к нему, он шел, сделал первый шаг навстречу. Простая аналогия, чтобы вы поняли мою мысль, это с ребенком. Допустим, ну вот, допустим, вы родители, кто-то из вас, и вы говорили ребенку, там, не суй два пальца в розетку, иначе будет последствия. То есть, вы говорите, вы предупреждаете ребенка о том, чего не нужно делать, говорите ему о последствиях, но ребенок это делает. Неважно, неважно розетка, может что угодно. Так же самое мы, Господь говорит нам о том, что нам, о том, что нам будет плохо после этого, но мы все равно продолжаем грешить. и неужели кто-то из вас, мама или отец, если бы вашего ребенка ударила розетка, неужели бы он сказал, не, да что ты, я тебе говорил, типа, несу, сам виноват, типа, корчись от боли. Я не думаю, вы бы сразу же подбежали, любовь матери, она бы сразу же прибежала, обняла, приласкала ребенка, успокоила его. Так же самое и Бог. В те моменты, когда нам хочется быть дальше всего от Бога, Бог наоборот идет к нам навстречу, он нас ищет, именно, не когда пройдет время, и мы осознаем, а именно в ту же секунду Господь идет к нам навстречу, делает шаг. Но мы почему-то бежим, и это доказывает то, что нету узла с тьмой, нету ничего общего, потому что так бы, то есть невозможно в одной природе, чтобы было и добро, и зло. Либо добро должно вытеснить зло, либо зло вытесняет добро, что часто происходит. Да, и вот мысль о том, что в самые, именно в самые сложные моменты Господь хочет быть ближе к нам. И помните, самые сложные минуты и часы жизни Иисуса в Ефтиманском саду, ангел был с ним, и Господь был очень близко к нему. В самую тяжелую ночь жизни Якова, когда он шел на встречу с братом, Бог был неимоверно близок к нему. Хотел вам зачитать стих, если можно вывести, Матфея 24 глава, 12 и 13. Это как раз 24 глава Матфея, это как раз про то, что будет происходить в конце. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. претерпевший же до конца спасется. Я когда читал эти стихи, думал, такой, окей, ну что же значит, типа, охладеет любовь. А потом глянул в зеркало и такой понял. Потому что я могу вам точно сказать по своей жизни, не знаю, как у вас, но если утром я пропустил чтение Библии, если я там сразу такой в Инстаграм, как там Франция, как там сборная Украина сыграла и просто пропустил это и пошел дальше, то это абсолютно полностью влияет на мой характер. Даже то, как я общаюсь с мамой, насколько я раздражительен, насколько я грубо отвечаю, как я веду себя со своими друзьями. И это я понял буквально недавно. Я понял, насколько это важно. И знаете, что нам говорит Илена Вайт по поводу того, что любовь наша охладеет. Хотела бы вам зачитать эту цитату. Очень хорошо ежедневно в течение часа внимательно изучать жизнь Христа, начиная с его рождения до Голгофы. Мы должны подробно вникать в нее и стараться представить себе каждую сцену, особенно заключительные события его жизни. Размышляя его учения, страдания, безграничные жертвы, перенесенные им ради искупления человечества, мы укрепим нашу веру, оживим нашу любовь и исполнимся Духа, который поддерживал нашего Спасителя. Что Илена Вайт говорит, что нужно делать, чтобы оживить нашу... То есть она говорит не добавить, оживить. Она говорит нету любви. Оживить нашу любовь. Что нужно делать? Я? Если вы дослушаете проповедь до конца, вы узнаете. Хорошо. Отличный вопрос был. О чем я? О том, что Илена Вайт говорит ежедневно в течение часа внимательно изучать жизнь Христа. Я не первый раз эту цитату слышу и всегда ее так пролистывал. Думал, окей. В течение часа я думал, это безумие. Ну типа, окей, ладно. Честно, я вчера и сегодня попробовал это протестировать на себе. Я думал, окей, ладно, два дня я смог. В течение часа я читал именно заключительную сцену жизни Элену Вайт. И я думал, окей, ладно, два дня, неделю, месяц. А что если нам делать год? Прикиньте, не всю Библию читать каждый день год. А вот именно о заключительных событиях, о жизни Иисуса и особенно о заключительных моментах Его жизни. Я думал, ну это же безумие, ну как можно? Ты за год, можно же все проповеди Болотникова переслушать, все проповеди, вообще все комментарии перечитать. Я думал, ну это же нереально. Но потом я узнал то, что на только одну книгу Матфея, представьте себе, есть две комнаты, забитых полностью комментариями на одну книгу Матфея. Полностью тысячи книг, которые описывают только одно Евангелие. Я думал, ага, значит, там есть о чем думать. И честно, вот, чтобы не быть голословным и просто вам не рассказывать, а на самом деле ничего из этого не применить в жизни, я попробовал, попробовал всего два дня, честно признаюсь, два дня я хотел больше, но два. Вчера и сегодня утром я проснулся на час раньше, чтобы посчитать. Не просто 15 минут Библии, типа, 15 минут Библии сложно, это час. и знаете, типа, не могу сказать, что я прям, у меня начало лицо светиться, как у Моисея, когда он сошел с горы, но то, как даже я просто утром поприветствовал маму, то, типа, это уже сказала о том, как, насколько это сильно влияет. В завершение хотел бы просто, я был в прошлую субботу на школе молодежных лидеров и мы в субботу играли в замечательную игру и в конце каждой игры, в конце этой игры каждый получил по такой бумажке. Не знаю, если вам видно, написано здесь «Спасен». Я сохранил эту бумажку, оставил себе, она здесь со мной, собираюсь ее выкидывать. У меня не было, честно, возможности каждому из вас напечатать, выручить, но я очень сильно хотел, чтобы вот эта мысль о том, что вы всякий живущий и верующий в меня, говорит он, не умрет вовек. Я очень сильно хочу, чтобы эта мысль осталась у вас не просто на бумажке в заднем кармане, а чтобы она отложилась у вас в сердце. и я не говорю сейчас о дешевом спасении, о том, что вот я спасен, и мне не нужно исполнять никаких заповедей, ничего. Нет. Мы написано спасены по его благодати и не отдел своих, чтобы мы не хвалились. И знаете, вы пришли сегодня сюда, и это, возможно, вам чего-то стоило. Это стоило вам драгоценного сна после тяжелой рабочей недели. Суббота же сложно подняться утром. Я знаю. Это стоило вам 8 гривен на проезд или там, кто на машине, несколько литров бензина. Это вам чего-то стоило. Но выйти отсюда с осознанием того, что вы спасенный человек и с решением принять решение, менять свою жизнь, это будет стоить вам многого. Это будет стоить вам всего. Когда я говорю всего, я имею в виду все, к чему мы стремимся, это отношение, уважение какое-то в универе, в социуме, карьера. Это все будет нам этого стоить. Но знаете, вот я всегда, вот я такой человек, я всегда все откладываю на потом. И там, типа, посуда может два дня лежать немытая, типа, мама не даст соврать. И три дня может лежать посуда. Я всегда все откладываю на потом. Но, к сожалению, это плохая привычка прокрастинация дошла и до моей духовной жизни. И я прекрасно знаю, что у меня есть какая-то проблема. Знаю, мой грех, давайте называть именами, не проблема, а грех. Я прекрасно о нем знаю. Я знаю, какие последствия он уже сделал в моей жизни. Каким последствия он еще приведет. но я такой, да не, не, подожди. Подожду, пока Владимир Иванович скажет пропасть на эту тему, пока Олег Боков выпустит видео, пока даже духа эфемерного чуда, которое должно спуститься с небес, рука и напишет Даник, хватит. Но, знаете, возможно, вы не такие, но если вы ждали хозы, знака, сигнала, что именно сегодня сегодня пришло время присвятить свою жизнь Господу. Мой любимый стих, я почему-то не написал его здесь-сюда, но он говорит, сегодня день спасения. Не вчера, не завтра, не когда выйдет новое видео Олега Бокова. Сегодня. Именно поэтому я хочу, чтобы именно сегодня вы приняли решение. Я не говорю, чтобы выйдете отсюда святыми и ваша жизнь сразу же изменится. Но именно сегодня вы можете принять решение и осознать то, что вы спасены и куплены дорогой кровью Иисуса Христа. Конечно, мы будем и дальше падать и знаете, что написано в Библии в притчах? Ибо семь раз упадет праведник и встанет. семь раз упадет и встанет. Мы будем падать. Но я хочу, чтобы когда мы будем падать и находясь на дне, мы вставали с мыслью, что кровь Иисуса спасла меня и за что я имею жизнь вечную через Него. Если любите Бога, то вы спасены. Если продолжите любить Бога, войдете и получите жизнь вечную. И когда следующий раз вам зададут вопрос, спасены ли вы, вы сможете уверенно, как Владимир Иванович, поднять руку и сказать, я спасен. И вы будете уверены не в себе, не в своих делах, не в своих каких-то поступках, в ваших попытках стать лучше, вы будете уверены в Господе, Который сделал это за вас. Потому что как написано Иова, люблю эти слова, Иова, 19 глава, 25 стих, ибо я знаю, Искупитель мой жив. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Хотел бы сейчас с вами помолиться. Дорогой Иисус, спасибо тебе, Господи, за это чудесное солнечное субботнее утро, за то, что мы пришли сюда к тебе, Господи. Спасибо, Господи, за то, что ты сделан на Голгофе, за то, что ты умер за меня, за то, что ты умер за каждого, за то, что наши имена написаны на двоих руках, и ты знаешь, сколько у нас волос на голове, Господи. Я прошу тебя, помоги нам всегда помнить о том, что мы спасены твоей любовью. Поги нам именно сегодня, не откладывай на завтра, не откладывай на потом, понять, что сегодня день спасения, потому что завтра может уже не наступить. Поги нам, Господи, быть уверенным в тебе и никогда от тебя не отходить, а когда отойдем, то встать и обратно вернуться к тебе. Аминь. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор… Спасибо.